Здравствуйте дорогие друзья, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Я инвестирую на фондовом рынке с конца прошлого века. На канале показываю свои личные инвестиции, выкладываю обучающие ролики и делюсь собственными инвестиционными мнениями. Подтверждаю своим опытом и достижениями, что долгосрочные инвестиции это верный путь к финансовой независимости. Сегодня я продолжаю еженедельную серию публикаций общего итога по моему инвестиционному портфелю. Сейчас мой общий инвестиционный портфель весит 22 миллиона 360 тысяч рублей. Сегодня важное видео. Буду говорить про свои цели и дивидендную зарплату в текущем году. Подписывайтесь и будете видеть изменения и результаты инвестирования с течением времени. Особенно интересно будет во время финансового кризиса, если таковой наступит, конечно. Нажимайте колокольчик и не пропускайте эти изменения. Договоренность по первой фазе торгового соглашения Китай-США достигнута. Соглашение подписано. Ура! Рынки продолжают рост. Мы видим это на графике. График за год. Рынок США растет великолепно. Инвесторы переваривают факт этого подписания, этого соглашения, смотрят, что подписали, ну и так далее. Будут смотреть, как это все выполняется. Можно же ведь выполнять плохо и делать вид, что стремишься выполнять хорошо. В общем, посмотрим. Должно пройти время. Реальные события и поступки сторон этого торгового конфликта покажут реальную цену этому соглашению. Тем более, что в будущем странам придется как-то решать более серьезные торговые и не только противоречия. Я ранее сказал, что возможно вторую, более важную фазу переговоров вообще отложат на время после выборов в США. А теперь уже и сам Драмп говорит об этом. Но это я прям угадал. Хвастаться, что был в этом уверен, потому что все спрогнозировал, не стану. Угадал. А пока рынки растут, влекомые дешевыми деньгами и снятием большинства глобальных рисков. И торговая война, и реальная война в Иране, если и будут, то, видимо, существенно позже. Правда, появление ядерного оружия в Иране стало более реальным. Но это событие не ближайшей перспективы и может еще разрешиться в правильном ключе. Вот и российский рынок не остался в стороне от глобального роста. Это тоже хорошо заметно на графике индекса Мосбиржи. Великолепный тоже график. Вот так бы еще и реальная экономика росла бы, но увы. Вся надежда на новое правительство. Оно собирается заняться мониторингом наших расходов и сравнением их с доходами. А лучше бы экономическим ростом озаботились. Ну да это не мое дело, ладно. Только ленивый эксперт сейчас не говорит, насколько наш рынок недооценен. И что нужно срочно в него инвестировать пока не поздно. Именно так и было в 2008 году. Именно так и говорили многие аналитики. Разница, правда, есть. Тогда США входили в рецессию, а сейчас пока еще нет. Возможно это ключевая разница. Ну в общем жизнь покажет. А пока на фондовом рынке России покупается все. Ну или почти все. Цены уже очень высоки. Но это мое сугубо индивидуальное мнение. Я могу оказаться неправ и рынок теоретически может вырасти еще намного. Порой фондовый рынок ведет себя нерационально. И это может длиться долго. Даже несколько месяцев. Ну в общем это тоже покажет жизнь. Предпосылки в виде горячих денег для роста фондового рынка есть. Нет, правда, фундаментальных предпосылок в виде роста экономики. Ну и благосостояния граждан России. При этом все растет золото. Хотя, правильнее будет сказать, не падает после резкого взлета на иранских событиях. Все же часть инвесторов видит текущей эйфории на рынках некий риск. Я объясняю эту цену на золото именно так. Куда направятся рынки мы скоро увидим. Инвесторы решают куда идти. Ну вот после всех вот этих событий с подписанием там, с Ираном и так далее. Так, далее рубль. Рубль немного ослабился. Налоговый период еще впереди. Правительству, в том числе и новому, не выгоден крепкий рубль. Нефть пока достаточно высоко. При резком укроплении рубля его рубль, ну в общем-то, остановит. Ну а при падении цен на нефть рубль и сам не удержится. Тут тоже много неопределенностей сейчас. На мой взгляд, явного тренда нет. Ждать доллар, ну однако вот, да, ждать доллар по 55 я бы не стал. Но и про текущей цене на нефть, обилие денег на мировых финансовых рынках и повышающемся аппетите к риску, вроде и падение рубля не просматривается на ближайшую перспективу. Опять же ОФЗ. ОФЗ пользуется спросом. Да и объем к размещению будет повышен в первом квартале. Следовательно, нужны будут рубли нерезидентам. Смена премьер-министра и будущая смена правительства особо не повлияли на фондовый рынок и рубль. Рубль немного насторожился, а фондовый рынок, похоже, обрадовался. И после короткого замешательства пустился в дальнейший рост. Ну а по рублю, какие факторы из вышеперечисленных перевесят и сыграют решающую роль в курсе образования, покажет опять же время. Учитывая все это, планирую наращивать долларовые защитные активы и дальше, так как рано или поздно рецессионные, ну или коррекционные процессы придут на фондовый рынок. Мировые и глобальные финансовые власти не всесильны, и даже ФРС США не всесильны, а возможные инструменты воздействия на мировую ликвидность не безграничны. Поэтому доллары, золото уже дороговато, во всяком случае для меня. У вас может быть иное решение по долларам и золоту. Возможно, вы продолжаете покупать акции, и даже возможно, вы будете правы в этом случае. Я же показываю свое инвестирование, и я готов принять на себя только те риски, которые готов принять. Поэтому и поступаю так, как считаю нужным для своего инвестиционного портфеля и своего риск-профиля. Принимать инвестиционные решения, отличные от моих, это нормально, так как у вас другой инвестпортфель, иные цели, горизонт инвестирования и толерантность к риску тоже другая. Да и видение перспектив фондовых рынков может быть абсолютно не похожим на мою. Имейте полное право на другое решение по своему инвестированию. Из текущих активов, конечно же, выходить не планирую. Я инвестор, а не спекулянт. Разве что вот только в последнее время интересуюсь вложениями в недвижимость. Цена на недвижимость далека от эйфорийного спроса, ну и от эйфорийного уровня. Даже, можно сказать, наоборот, возможно падение и продолжение стагнации. Ну, в общем, как-то так. А сейчас по портфелю. Структура портфеля. Кратко напомню, портфель состоит из двух частей. Иностранная часть у Interactive Brokers и российская часть у Broker WTB. Итоги такие. Иностранная часть 10 миллионов 390 тысяч рублей. Активы в долларах, но я перевожу по курсу для простоты восприятия. Кэша в иностранной части 64%. И в этом кэше много коротких облигаций Treasuries правительства США. Есть в иностранной части портфеля и золото 9%. По российской части итог 11 миллионов 970 тысяч рублей. В российской части портфеля я тоже накапливаю золото. Это фонд FXGD. И доллары в виде фонда FXTB. FXTB это тоже короткий Treasuries. Ну, а кэш чуть позже, когда буду показывать текущую структуру этого самого кэша. А там были изменения, хоть и несущественные. Теперь общая диаграмма общего портфеля. Итоговая диаграмма по двум частям портфеля. Вы ее видите. Общая сумма портфеля в рублях на сегодня 22 миллиона 360 тысяч рублей. В прошлой публикации было 22 миллиона 10 тысяч рублей. Таким образом получился рост на 350 тысяч рублей. В процентах это около полтора процента. Это не чистый рост, так как было пополнение. И вследствие чего, как я уже упомянул, сменилась также и структура кэша. Далее по портфелю. Кэш в портфеле 31%. Это общий кэш. В прошлой публикации, кстати, было 30%. То есть небольшой рост кэша. И видно в общем портфеле золото 4%. 4% не менялось. Далее структура кэша. Немного добавил средств на ИИС у брокера ВТБ. И купил немного поев FXTB. Не оригинально, я так делаю уже довольно давно. В этот раз совсем немного купил. Но хватило, чтобы процент кэша поменялся в общей диаграмме. Про структуру кэша. На прошлой неделе было вот так. Теперь стало вот так. Я опять, как уже сказал, купил немного FXTB на ИИС. И довел долю этого фонда FXTB в структуре кэша до 3%. То есть изменения минимальны. Поэтому проскакиваю это дело быстро. Сегодня много интересного дальше по целям инвестирования и дивидендной зарплате. Далее. В этом итоговом отчете я показываю дивиденды за прошедшую неделю. И вычисляю свою ежемесячную дивидендную зарплату от инвестиционной деятельности. И сейчас про дивиденды. Итак, дивиденды по иностранной части моего портфеля. Дивиденды заплатила компания Altria, тикер МО. Это табачная компания. Altria заплатила 109 долларов 20 центов. Если убрать налоги, то есть сначала вычесть 10%, которые забирает американский брокер, а потом вычесть 3%, которые придется отдать российской налоговой службе, то получится 95 долларов 33 цента. Что в пересчете по уже довольно сильно упавшему курсу доллара. А я возьму 61,5 рублей за доллар. Получится 5860 рублей. Заплатил мне Altria. Далее по дивидендам от российской части моего портфеля. По российской части прибылью со мной поделился магнит. На мои 200 акций было заплачено 29 438 рублей. Но по пути в мой кошелек эта сумма уменьшилась на 13%. Как же я люблю свое государство. На карточный счет дошло таким образом 25 611 рублей. Итого, от иностранной части моего портфеля пришло 5860 рублей за минусом налогов. Прибавляю сумму дивидендов от российской части портфеля активов, а именно 25 611 рублей, и получаю 31 471 рубль. Столько пришло дивидендов мне за прошедшую неделю. Ну, в общем, неплохо получилось. А сейчас мои затраты с начала месяца, а позже уже про дивидендную зарплату и цели по финансовой независимости. Итак, мои расходы за вторую неделю января. Расход на двух человек, напомню. Вполне скромные расходы получились, меньше чем в декабре за среднюю неделю. Ну, однозначно. Не зашкаливает и это радует. Высчитыванием до копейки и тотальной экономией я не занимаюсь. Причем, в общем, довольно давно. А как будете поступать вы со своими затратами? Думайте сами. Возможно, как раз вам нужно серьезно задуматься над обоснованностью своих личных трат. Возможно, у вас более детальный учет, что рекомендуется в случае, если расходы зашкаливают. Ну, или хочется как-то реально оптимизировать это дело. Ну, по моим затратам, наверное, все. Так, давайте про дивидендную зарплату уже. В пятницу вчера вышло видео с моим прогнозом дивидендной зарплаты на весь 2020 год. Посмотрите это видео. Оно важно для понимания и вполне может вам пригодиться, кстати. Кроме прогноза, там представлен еще и новый алгоритм учета дивидендов и анализ по принципу план-факт. И вот там была рассчитана моя прогнозная ежемесячная дивидендная зарплата в 2020 году. Получилось, что если я ничего менять в своем инвестиционном портфеле не буду, вот вообще ничего, то у меня будет получаться средний месячный дивидендами 73 296 рублей, ну, чистыми за вычетом уже налогов. Если же я буду покупать дивидендные активы на кэш или буду покупать дивидендные активы на пополнение, то эта расчетная дивидендная зарплата может расти, причем довольно существенно. Ну, в общем, и кроме всего прочего, прогноз – это прогноз. Он может расходиться с фактом по разным причинам. И по тем же причинам моя дивидендная зарплата может расти и даже уменьшаться. В этот раз она немного выросла, потому что фонд Джибилл почему-то заплатил чуть больше, чем планировалось. Это видно в таблице, в таблице доллара. Красным показаны дивиденды, которые уже реально заплачены, а зеленым – то, что планируется пока еще к выплате. Уже видно по фонду Джибилл расхождение. Радует, что оно – это расхождение в хорошую и правильную сторону. Поэтому вникать в причину я не стал, но, в общем, некогда было. Вот если была бы недостача, то начал бы разбираться. Что получается? Общий планируемый объем дивидендов на 2020 год немного увеличился с учетом откорректированного факта, и получилось, что и планируемая ежемесячная дивиденда зарплата тоже увеличилась. И теперь она составляет значение 73 345. Было, напомню, 73 295. Совершенно небольшой рост, но я для него, в общем, ничего не сделал. Такой будет принцип расчета и сравнение с планом. Анализ план – факт. Теперь о финансовой независимости и целях инвестирования. Напомню, что ранее я рассчитал уровень ежемесячной дивидендной зарплаты, при которой я достигну уровня финансовой независимости. То есть смогу уже не работать. Для меня это основной критерий. Так, для меня этот уровень – 180 000 рублей среднемесячно от инвестиционной деятельности в виде дивидендов. В последнем видео о прогнозе дивидендов я оценил потенциал увеличения своей дивидендной среднемесячной зарплаты. Как я это сделал, вы можете увидеть как раз именно в том видео. Так вот, там потенциал роста был обозначен в размере 98 800 рублей. То есть вполне реально достичь этой цифры, если инвестировать весь мой кэш и золото уже сейчас. В расчете потенциала роста дивидендной зарплаты не учитывались пополнения. Спрогнозировать точно их очень сложно. Ну, теперь про потенциал. Но я до сих пор накапливаю защитные активы, растрачивая таким образом этот потенциал. Я понимаю, почему я это делаю, сейчас, в общем-то, не об этом. Я не знаю, когда я инвестирую основную часть кэша и насколько я пополню брокерские счета в течение начавшегося года. Но думаю, что цель 100 000 рублей среднемесячной зарплаты по итогам года, по факту, я достичь вполне могу, если постараюсь. Цель вполне амбициозна и в то же время вполне реальна. Особенно реальна она окажется сейчас, еще в начале года, ну так как еще много времени на ее реализацию. Так вот, сейчас расчетная прогнозная моя ежемесячная демидентная зарплата на сегодня, как уже было сказано, 73 345 рублей. Цель 100 000 рублей. Получается, что цель выполнена сейчас на данном этапе на 73%, ну, с копейками. А финансовая независимость я планирую достичь через 5-7 лет. Но при этом цель 180 000 рублей среднемесячной в виде дивидендов нужно будет уже со следующего года корректировать на величину инфляции. Об этом, наверное, смысла забывать нет. Ну, посмотрим. Все это увлекательно будет, особенно когда начнется инвестирование кэша. Вот такой процесс инвестирования и такие цели. А многочисленные видео на канале рассказывают о том, как я инвестирую и почему именно так я это делаю. Ну, а на сегодня это все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Хочу вам пожелать удачных инвестиций, всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.